Во вторник вечером сотрудники УФМС с внезапной проверкой навестили офис американской религиозной организации. Церковь Иисуса Христа святых последних дней в центре Хабаровска организовали миссионеры из США. Именно этот факт и явился поводом для проверки соблюдения здесь миграционного режима. О, здрасте. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Что это вы тут делаете? Косички заплетаете? Кто? Мы ваши гости. Молодые американцы не могли понять цель визита делегации, но среди присутствующих в церкви оказались несколько россиян. Один из них – сотрудник прихода. Объяснил на английском языке, что поводов для беспокойства нет, но на всякий случай вспомнил большого брата. Возможно, это ребята из ФСБ. Извините, если я правильно понимаю ситуацию, то это не проблема. А вот руководителю церкви по телефону мужчина сказал прямо противоположное. Группа полицейских посетила нашу церковь. Что я могу сказать? У нас проблема. Нас арестовывают. Среди американских прихожан проверяющие обнаружили и несколько российских студентов. Они утверждали, что религиозных взглядов мормонов не разделяют, а сюда пришли лишь для того, чтобы подтянуть английский язык. Тем более, что это совершенно бесплатно. Они пытались нас учить. Прошли мы сначала просто, побеседовали. Какой цвет любимый, легкий. Потом они начали рассказывать про Бога. Но с одной стороны, это тоже практика языка. Ну ладно, пусть там про Бога, про Бога говорят. Но ладно, там были общие слова. Год, гору. А сегодня я тоже увидела, что я, насколько знаю, что как в Библии написано, там нет такого человека, такой личности. К россиянам у проверяющих вопросов не возникло. Их отпустили по домам. Американцев же попросили проехать в офис миграционной службы. Но оказалось, что для того, чтобы покинуть церковь, прихожанам требуется разрешение. И не кого-нибудь, а президента. Помиссион Франкл. А президент. Значит, наш президент должен дать разрешение на наши выезды отсюда, выход отсюда. Пока стражи порядка объясняли руководству прихода, что не стоит усугублять ситуацию неповиновением, у молодежи удалось узнать цель их визита в Россию. Они прибыли в качестве волонтеров, чтобы продвигать в нашей стране мормонскую религию. Сказал церкви, мы хотим служить на миссии. И как церковь скажет, куда мы пойдем. И она сказала, что будет ей в Россию. Шестерым миссионерам от 18 до 25 лет все же пришлось посетить офис миграционной службы. В ходе проведения проверочных мероприятий были выявлены иностранные граждане, граждане США, которые находились на территории Российской Федерации с целью религиозных дел, а фактически занимались помимо своих религиозных дел преподавательской деятельностью, а именно уроками английского языка. Именно под видом бесплатной языковой практики приход, вероятно, заманивает к себе перспективную паству. Санкция статьи, по которой были выписаны протоколы, предусматривает штраф от 2 до 5 тысяч рублей. С места происшествия Полина Хромцова, Ольга Соколова и Андрей Алферов.